здравствуйте с вами фитнес также звездный как аутон про и это видео про патч 38 долго ожидаемый патч очень долго с момента прошлого патча думаю прошло уже деле три или даже месяц ну давайте перейдем к изменениям изменений довольно таки много большинство из них спорные остальная часть не особо важно ну ладно давайте посмотрим первое изменение это у нас по анечке поменяли тиберс увеличили ему количество хп на более поздних левлах увеличили magic resist и уменьшили моно кост бафнет ли это анечку нет у анечки другие проблемы совершенно единственное здесь более-менее полезное изменение это моно кост потому что и вправду на более поздних левлах если анечка не собирала ману у него могла в тимфайте закончится мана теперь 100 маны это буквально 10 секунд регена изменение пассивки ажи теперь у нее настакивается не шанс крита а фокус фокус это добавка к риту является ли это каким-то изменим которые убав нет скорее да чем нет то есть определенно скорее да чем нет потому что она будет чаще критовать на линии вы можете прочитать немножечко дубов больше по этому поводу изменение неплохое но проблема ажи это точно не уберет далее бесполезные изменения хикарим теперь он может в чардж за через небольшие стены с помощью своей а белки е и у него по нерфе ли еще ульту зачем не очень понятно на самом деле ее не совсем по нерфе ли и изменили потому что теперь она не дамажит в момент приземления в свою очередь она дамажит момент полета и и бафнули дэмэдж но общий дэмэдж упал то есть на мой взгляд нерв то есть на мой взгляд если честно нерв потому что в большинстве своем райдеры использовали именно в какую-то точку они вперед это позволяло проще позиционироваться в тимфайте позволяла большую часть к народу накрыть и так далее ну посмотрим посмотрим что из этого будет карма inner flame не особо интересные изменения я не считаю что это баф нет карму вот второе изменение гораздо более интересное фокус адресов и и вышка теперь она хилит не на 25 процентов от вашего потерянного здоровья а сразу на 20 сразу имидиатле и потом еще на 20 с течением времени то есть баф приличный баф то есть очень приличный баф поможет и выживать на линии в тимфайтах билд с хп на карму стал еще сильнее то есть это различные роду фейджис рила и масочки и так далее карма все равно ничего не изменит не изменится у нее слишком слабый лейнинг она очень сильно в тимфайтах она очень хороша в виде паука она весьма затанкованную при огромном количестве а по это чуть ли не самый дамажащий кастер из всех у нее неплохие саппорта белки в плане щит который еще дает ускорение ариана два в одном ну пока пока я не думаю что что-то изменится у нее слишком слабый лейнинг с ней довольно таки сложно убивать она ведет себя на линии как и зрел есть много крипов и попадешь кушкой посмотрим и здесь изменение которое я вообще не понял то есть зачем и почему козикса бафают зачем давайте начнем с 1 белки ты из-за эфи и заложен бонус на ун крис дэмэдж боев фодифа и сэн сейчас там идет добавка сейчас можно это взглянуть козик с подождите это русский league of legends не стоп 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 сейчас посмотрим вот видите здесь бонус ульют а физико дэмэдж то и золоте так это то есть 280 разница получается в начале сколько тут получается 90 90 и здесь 200 бонус ада здесь 50 бонус ада то есть является ли это нервом здесь нужно считать точные цифры то есть если брать при каком-то количестве а.д. определенном количестве а.д. скорее всего дэмэдж будет выше тем более если будет и волк а что происходит сейчас при его ли ингресс дэм что залазит так и спай твенки percent of the missing health то есть если человека не хватает 100 хп то вы добавите к этому числу еще 12 дэмэджа если не хватает 1000 хп 120 дэмэдж и так далее в лейтгейме это совершенно сумасшедший был дэмэдж но многие это не качали я лично даже играл на линии через это потому что вот такая штука и стеза и и увеличение рейндж автоатак и вот этой белки на 50 это очень на мой взгляд был упэшно это была одна из самых упэшных вещей именно на линии особенно к вы стоите на топе что происходит сейчас сейчас происходит то что на 45 процентов то есть общее количество там получается мультипликативный или нет раздеть не мультипликативной не помню как называется но одним словом увеличение будет 150 процентов умножить еще на 145 и умножить это количество то есть можно сказать при каком-то определенном количестве а д на мой взгляд это где-то 300 а дэмэдж будет увеличен по сравнению с предыдущим ты из-за и варли гейме это небольшой нерв но эволюшина с 8% of missing health damage в чем смысл чем смысл во первых can be for the increase by isolation то есть умножаем это на 50 получается те же 12 процентов каждый раз когда вы дамажите своей кошкой теперь будет накладываться вот эти восемь процентов дэмэдж то есть вам не нужно чтобы цель была изолирована теперь q это просто совершенно что-то нереалистичное up in a line фазе козик становится теперь не только супер мидером не только супер ассасим но он становится еще и прекрасным топером это баф топ-лейн козикса причем баф просто нереалистичный вообще нереалистичный баф собирая какой-нибудь бруталайзер на кулдаун редакшна и пускай даже kindle game или сапоги на кулдаун редакшна без разницы что угодно вы берите здесь любую обилку вы просто сможете наносить совершенно сумасшедший харас просто представьте каждую секунду каждую секунду там куда он получается на стоит за фи с там двадцатью процентами куда он же дальше нам поверьте у вас будет 20 процентов кадра в эрлигейме что-то порядком трех секунд то есть каждые три секунды вы просто бьете с сифового рейндж заметьте сейф рейндж 375 вы бьете на где-то 150 скажет каждый раз это все увеличивается число увеличивается потому что процентный дэмэдж неадекватно следующее изменение на мой скажет что является тоже бафом интересный момент бонус так дэмэдж 1 с 0 9 то есть баф моно куст уменьшается зато теперь не наносится дополнительно дамаг с пассивки но в чем смысл делать вот это изменение что не наносит дополнительно дамаг с пассивки когда на услуг стакет по 20 процентов теперь просто просто представьте эту ситуацию вы приходите на линию да то есть там 3 лава предположим или шестой давайте возьмем 6 6 лава вы приходите вы замедляете своя подходите замедляйте софта так естественно по пассивкой вы используете кушку естественно вы используете ульту опять замедление софта атаки еще раз используйте ульту замедление софта таки и опять замедленец свой спак извините а как теперь отойти от козикса вообще то есть они бафают козикса он был в состоянии тотального года мода и они бафают его еще его это стал баф еще культы что теперь уменьшение дэмэджа при его лвик это кстати здесь не указано 50 процентов а не на 40 то есть еще больше баф козикса все обилки на мой взгляд опять же были бафнут единственное реально серьезное мнение can no longer be cast during live большинство это вообще не знало но многие знали а когда вы пускаете войт спайк в полете у вас будет спайк как бы проходит с конечной точки полета потому что дэмэдж от липа наносится очень быстро из-за этого происходили небольшие неприятные моменты в тимфайты когда козикс вроде далеко и в свою очередь он уже кидает вот спайк вас неадекватно ну что я могу сказать баф козикса он был недостаточного пэшн у него не было там 90 процентов наверно венрать и он был недостаточным пэшн он был в перма бани теперь он будет вообще в перма бани изменение лисандры небольшой баф на эрли в эрли гейме ничего особенного сложно сказать баф или нерв фрозен томбы на мой взгляд лисандру хотят сделать как затанкованного ap кастера который является именно танком то есть лисандра заходе в тимфайт и начинает контролить она получает на себя фокус использует на себя фрозен том на две с половиной секунды получает еще фокус используют зоню и опять и это будет чередоваться то есть с максимальным куда он редакшн у него будет 6 секунд на в то есть она сможет использовать там например еку в до использовать ульту использовать еще одну ку использовать зоне использовать опять в эку то есть из лисандры делают банального контроль персонаж правильно это или нет на мой взгляд нет лисандра насколько я видел на профессиональной или полупрофессиональной сцене использовалась как бурст маг то есть она влетала и она дамажила то есть ее задача была максимально быстро заборстить какую-то цель нерфу дэмэдж с ульты зато бафают ее утилити сложный вопрос честно скажу сложный вопрос на мой взгляд на мой взгляд это не очень верные изменения лисандре нужно бафать мне кажется кушку именно кушку нужно уменьшать ее куда он где-то на 0 5 секунды тогда лисандра будет реально очень полезно сейчас чего-то не хватает изменение на утилуса дэмэдж был вот такой вот стал вот такой вот на мой взгляд на мой взгляд теперь будут качать щит на 2 или на 3 и потом качать е сложный вопрос здесь опять же сложный вопрос будет ли макси чит или нет правильно вот здесь вот написали что если наутилус снова более солнце очень сильный но на утилуса на самом деле берутся все равно из-за контроля поэтому ничего страшного и нерв to the ground сиджуане правильный нерв в плане в плане вот эту вот этого правильно нерв вот это не очень правильный сиджуан является затанкованным джанглером с огромным количеством контроля что из нее делают из нее делают затанкованного джанглера с меньшим контролем и с гораздо меньшим дэмэджем будет ли она играбельна конечно будет она будет играбельной будет практически так же как сейчас играбельна но я не вижу смысла теперь ее пикать к примеру вместо зака или вместо джарван или вместо да даже того же ксена естественно речь про соло q говоря про тим ранки да я вообще не уверен что сиджуане являлась наилучшим выбором в тим ранки потому что засиджуане и вправду просто канкать но но за него очень сложно давать хорошие ульты в тимфайтах то есть против сиджуане вот например против вариан и люди любят стоять вместе против сиджуане всегда не разделяется не знаю почему наверное за того что она реальный танк и она всегда спереди люди рассредотачиваются сейчас я не думаю что сиджуане будет играбельна ультой попасть хорошо сложно пермофроза медлять гораздо будет меньше ульта ну тоже чуть меньше контроля мне кажется сиджуане будет гораздо менее играбельно лично у меня она выйдет из бана изменения сон увеличение базового хп базового армора нерв демоджа аккорда то есть пассивки на ранней стадии игры и небольшие изменения на в ну одним словом нервовая ничего особенного сона станет на мой взгляд более играбельно у него все еще будет огромный демодж и теперь его будет сложно убить за счет вот этих вот изменений естественно естественно в лейте она станет послабее потому что демиджа от нее уже не нужно будет а нерв ауры будет поверьте заметен будет реально очень заметен трэш варус ничего интересного ну на самом деле кое-что интересное есть что можно было флешить под кушкой и так далее но небольшое изменение вы ее бафают на high-level ах точнее делают так как она должна быть вот это интересное изменение теперь вы не можете перекинуть волейбиром во флэш то есть иногда вы флэшили и волейбир откидывал вас назад все равно то же самое с ультой с карнера перекидыванием синджида и откидыванием джейса изменение прекрасное потому что лично мне казалось от реально слишком упешно нерв всех замедлений по зоне всех доедино кроме люксовый и как башни а теперь до этого слова refresh rate то есть смотрите когда вы кидали например лужу синджида вы замедлялись на 0 5 секунды то есть даже после того как вы выходили из этой зоны вы замедлились на 5 секунд теперь на 0 25 поэтому нерв одним словом нерв и эрф изменение вещей вот это изменение больше интересует баф ботинок но увеличение стоимости других ботинок разницы практически никакой но теперь начинает ботинок гораздо профитнее потому что вы сможете купать наконец-то 4 потом дорон синг на мой взгляд баф уменьшение стоимости на 4 увеличение хелс ну уменьшение хелса на 20 уменьшением мана маны которого получает за килл на единицу в чем смысл теперь выгодно стакать дорон ринге в этом весь прикол смотрите вы получаете 15 а.п. за 400 голды то есть если вы покупаете 3 дорона вы получаете огромное количество а.п. получаете 45 а.п. за 1200 извините вообще какой смысл покупать другие арты вообще другие арты в эрли гейме никакого больше нет его смысла разница в 20 хп ничего не решает потому что купив два дорона у вас получается 120 хп 120 хп по сравнению с 80 разница получается в 40 здесь 75 то на то и получается теперь два дорона как минимум два дорона это просто масках на любом кастре это наилучший выбор дороны стали слишком упашенные дорон с ринге и говоря вот про этот это вообще клуба до дорон шилд на мой взгляд нерв торн шилда потому что вот эти вот пять армора которые давались они действовали на обилке теперь на обилке действует а теперь дорон шилд имеет смысл брать только против наверное зрила какого-нибудь и зрила да я думаю только против и зрила на ленингу саппорт все можно брать конечно дорон шилд против авто атакеров на топе то есть против джейса там не знаю кем она такого плана можно купить дорон шилд имеет ли смысл нет это все равно не тот арк который прям супер божественным нерв всех джангл и томов кроме одного начнем матрит теперь дамажит не раз там можно сказать 5 атак ну то есть процент там вроде 15 процентов шангл или 20 точно не помню на 300 дамажа теперь 60 с каждой авто атаки изменения на самом деле мне кажется это небольшой нерв мандрада но теперь вы можете рассчитывать сколько вы сделаете дэмажи то есть чем больше у вас атак спида тема получается лучше потому что вы точно знаете что за 10 атак вы заберете вражеский красный бал до этого у вас мог ни разу не прохнут мадрид и вас убьют на этом то есть на мой взгляд баф говоря про в ригал сразу не будут на эти варды смотреть все фигня найти измени все фигня смысл в том вот смысл чем а 400 разницы в голде за 400 разницы вы получаете минус 5 армора плюс 5 процентов власти и 10 а.д. то есть 400 плюс 200 600 и минус где-то там не знаю полтинник за счет армора даже не полтинник 70 то есть можно сказать лантерн бафнули в плане gold efficient но по сравнению с другими артами которые вы можете собрать лантерн все равно не имеет смысла совершенно не имеет смысл зачем вам бафать дэмэдж своего персонажа с помощью лантерна если вы можете это сделать с помощью того же ботарка то есть вы получите ботар который реально вам бафнет дэмэдж он реально даст полезную пассивку и после очень полезную активку ну да за большую стоимость но не легче ли купить тот же ancient голем и получить огромное количество с этого хп дэмэдж у вас да будет меньше но вы получите дэв статы и после этого вы уже можете собирать ботарк если же у вас вообще все прекрасно какой смысл покупать ригл если вы можете покупать просто банальный тип ботарк там оставить себе какой-нибудь мадрид и купить ботарк разница между ботаром мадридом и в риглом теперь становится совершенно сумасшедший 1300 голда на 1300 голда извините меня вы можете купить 430 хп и 18 армора то есть начало рандуина это практически половина рандуина какой смысл покупать в ригл ради ничего вы не получаете ни одной для 100 ни одного вообще дэв стата единственный персонаж на котором более-менее имеет смысл покупать в ригл это лисин но это после некоторых размышлений выгоднее купить просто банальный сайт стол есть другой персонаж на котором в ригом может сидеть это мастеру и но тоже сложный вопрос сложный вопрос здесь надо смотреть буду ли я собирать в ригл только в одном случае если я смогу забрать если я смогу купить с бека и смогу забрать с ним дракона сразу тогда смысл имеет так нет спиритов за иншин голем баф еще баф дэмэджу спирита узел дэр лизы да и спирит спектра в рейс но нерв здесь ability power здесь а тогда мы же спасибо riot games надеюсь теперь я не увижу этих из рилов урготов ювелин кто там еще эту фигню собирают джейсов казикс кого только я не увижу с этим спиритов за лиза не имеет смысл его собирать теперь вообще никакой его практически не имело смысла собирать до этого теперь вообще все забудьте об этом артефакте спирита за спектром в рейс тоже не имеет смысл дэд артефакты дэд все забудьте они просто их не существует больше не существует этих артефакт их выпилили из игры спасибо рекорд ball 900 950 нормально молоди убирают из игры наш ртуз нерфит это нерв уменьшение количество а.п. на 5 увеличение стоимость на 420 и теперь вы получаете совершенно бесполезную пассивку почему я говорю что это бесполезно пасе дать представим то есть на ком имеет смысл собирает наш ртуз имеет его смысл собирать к примеру на тима примеру на диане давайте подумаем вы собираете наш ртуз на диане то есть это персонаж на котором в принципе реально его собирают то есть вы собрали а вы получали получили на 5 а по теперь меньше то есть вы получаете всего 60 а по за стоимость ну довольно приличную стоимость там скопом 2 что стоит или подорожно 2 800 или 3000 ночью не столь важно пассивка начинает дамажить учитывая мэйджик резис цели только где-то на 300 а.п. то есть на 300 а.п. вы будете получать сколько 45 дэмэджи на сколько до 45 дэмэджи и плюс 15 еще 60 режем это на мэйджик и за счет мэйджик резиста и вы получаете где-то с не знаю наверно где-то 40 35 40 дэмэджи это при 300 а.п. вопрос не легче ли за ту же диана за за ту же стоимость я думаю теперь наш ртуз будет стоить как раз 3 200 купить банальную зоню вы скажете у меня есть уже зоне хорошо абиссу вы скажете меня есть абиссу хорошо да с варграсп который даст бурст именно бурст он не даст от авто дэмэдж с автоатак которых диана делает нам затем файт ну что 5 дэс фарграс скажите есть так купит и рободон и гав зачем тебе наш ртуз который дэвстатов не дает то есть наш ртуз может быть его конечно будут собирать на кого-нибудь к или тима дам накиена не кстати накиена не в там гибридным может быть но на мой взгляд нерв то есть на мой взгляд точнее не нерв они сделали его поле нишевым артефакту то есть уже наш ртуз был нишевым артефактом они сделали его еще более нешу надо смотреть то есть надо смотреть я буду тестировать на данный момент я не думаю что этот артефакт станет каким-то маска ромака на ком-нибудь вице нир опять нерв вице нда ну точнее скажу так это не нерв это больше опять же нишу артефакт который нифига никто не собирает стоимость увеличивается на 200 но единственная разница то что теперь он собирается с дейджера то есть 200 голды у вас не будет больше проседать никогда до этого вроде 900 голды стоило его собрать теперь всего 200 ну имеется виду 700 2 400 голды стоил 2 200 надо наоборот ему было нерфить стоимость а не увеличить он слишком дорогой для своих статов он не дает а.д. а большинство персонажей на которых скалируется витцент это а.д. персонаж атак спит 42 40 и ревайзит пассив теперь он не просто добавляет вам 5 процента снимает мое видение витцент мое видение витцент это артефакт который подходит для очень и очень маленького количества персонажей персонажи которые идеально скалируются от собственно говоря атак спида и скалируется естественно от мэйджет визит но от мэйджет визит все скалились то есть до этого когда-то собирали витцент на и реле он стоил дешево он давал много он именно много давал сейчас он дает когда нас так она и много но он слишком дорогой нельзя и реле тратить 2400 ради маленького количества мэйджет визит то есть на мой взгляд сейчас витцент будет играбельным только на тима и только на кенами это есть варианты получше буду ли я собирать витцент конкретно витцент наверное да потому что у меня есть некоторые идеи по новой сборке кенона но это уже не по теме витцент все еще низший артефакт вот интересный момент я не согласен с этим изменением я объясню почему теперь волки в росы и големы рисуются в 155 и уменьшают респ волков и големов до 50 секунд почему я не согласен с этим изменением объясняю сейчас все джангеры или практически все могут делать роут что такое род волки синий к примеру синий красный в росы там големы волки в росы теперь у очень большого количества джангеров будут проседать бафы то есть если вы хотите фармить лес а теперь может быть это станет еще полезнее чем до этого то есть теперь может быть и гангать вообще не нужно будет если вы сможете брать совершенно ну супер быстро ловла в лесу объясняю к примеру возьмем какого-нибудь джанглера типа ноктюрна который фармит лес нереально быстро он будет успевать делать этот роут возьмем лесина он не будет успевать делать этот роут он будет гангать неудачный ганг в то время какой-нибудь дир или ноктюрна или тот же хикарим фармит лес привет ты проиграл игру себе потому что у тебя будет там 4 у парня будет 6 или даже там 6 с половиной следующий момент баф контур джангл а теперь за большие бафы то есть за красный и синий будут давать гораздо больше xp лично для меня это изменение выгодно потому что я люблю контур джангл но конкретно это будет хаос то есть это будет хаос где-то через месяц это будет хаос начнут контур джангл все на лоуэлла варды никто ставить не будет это будет просто тотальный хаос люди будут как сумасшедшие просто как сумасшедшие бежать контур джангл это будет просто хаос реально хаос 120 экспы это кэмп фросов даже на 5 больше то есть представьте вы за контур джан или вашего оппонента то есть вот просто и вчера была игра в моем стриме у меня не дали украла у элис синий баф копьем я в свою чуть играл варвиком на топе и забрал у него еще и красный баф теперь в этом случае все элис была бы вообще вне игры и вообще не было бы в игре я стал два янг лизарда теперь за этих янг лизардов не буду давать экспу все при такой при такой при таком начале шансы на победу вражеской команды практически такие же как будто они играют 45 и следующий момент это 1 это первое с чем я не согласен мне не нравится вот это изменение то есть то что уменьшают респ мне очень не нравится это изменение я считаю что это совершенно неверно но ладно объясняю почему здесь пишут что ляляля там могут забирать вот эти вот паки ну волков там или вросов мидер плюс стоппер и кто-то получает преимущество рет и сами наступили на свою амину есть такие персонажи которые с большим при большим трудом забирают вот эти вот паки к примеру это тот же кино это тот же райс которым сложно сказать выгодно и вообще или нет забирать представьте теперь вы приходите против кенана или райза который сейчас или джейса который сейчас нереально популярны на топе и вы начинаете против них лидить не начиная там что вам нужно забрать четырех крипов до левла да а начиная с нуля до вас на первом левле сломают то есть сейчас игра за возьмем примеру джакса против кена выберете 2 ла вы в него влетать а вы берете его первым то есть волос на первом левле там под харассе не дано 30 процентов и по вы подходу вы улетаете вы ему разбиваете пол кабины что будет происходить сейчас теперь нужно забрать 2 2 пока крипов то есть первый пак и еще одного вроде крипового втором чтобы получить леву кенан вам не даст этого сделать у вас начнет зонить и вы ничего против него не сможете сделать вообще ничего все будет решаться уже на первом левле учитывая то как играют сейчас профессиональная киберсцена особенно корейская киберсцена который играет только через кенанов райзов и джейсов на топе а я думаю в будущем этих количеств персонажей такого плана будет увеличиваться то есть начнут наконец-то пикать какого-нибудь тима ту же лисандру я думаю на топе будут вернуться когда-то влады когда-нибудь вернуться это будет просто это будет ну как я люблю сказать gg карнавал зачем они это делают непонятно то есть зачем делать такие изменения так быстро не обдумав эту ситуацию непонятно этот патч будет дисбалансированный патч если на этом патч будут проводиться какие-то крупные турниры я думаю те кто перестроится под этот патч просто уничтожит уничтожит все то есть этот патч можно сравнить практически с патчем 3 сезона то есть практически можно они перелопачивают все весь геймплей мета мета которая более-менее ус устоялась теперь будет изменена еще сильнее то есть корейская мета станет еще сильнее как теперь остановить корейс непонятно следующие моменты там изменения изменения теперь не будет shop close здесь на сын крест а подождите это на этом а мне казалось это но она не столь важно одним словом одним словом то есть могу ли я назвать этот патч хорошим здесь были очень хорошие идеи то есть очень и очень хорошие идеи были но опять же изменение казикса неадекватно изменение леса неадекватно изменение доранс ринга неадекватно остальные изменения практически бесполезны в плане того что они реально никак не поверяют на игру если дать свою оценку патчу я дам 4 из 10 то есть 4 из 10 не больше ладно всем спасибо за просмотр кому показалось это видео полезным и интересным может подписываться на мой канал пока